История восстановления парка Изумрудную началась еще 4 года назад. В течение этого времени здесь построили пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки. Визит в центр, амфитеатр и сцену. Также восстановили центральную аллею, пруд и прилегающую к нему территорию. Провели освещение. В этом году сделали 5 основных объектов. То есть это шахматный павильон, это спортивная площадка, это информационная стела, это парковка со стороны проспекта Сибирского и это ограждение. Это в этом году был самый небольшой по объему работ этап, но тем не менее очень важно. Эти работы были сделаны в срок, качественно. Уже в начале сентября горожане могли всеми этими объектами пользоваться. Поэтому у нас вот эта работа была сделана. Но хочу подчеркнуть, что на этом реконструкция парка Изумрудной точно не заканчивается. На эти цели было выделено более 30 миллионов рублей. А в будущем планируются дополнительные работы по благоустройству территории, установка туалетов и точек общественного питания. Всего же в городе с 2018 года было благоустроено 23 общественные территории на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Как отметила глава города, подобный объем финансирования был бы невозможен без участия правительства Алтайского края и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Вячеслав Франк выразил слова благодарности за помощь в обновлении городских парков и создании современных и уютных общественных пространств. Если мы говорим в целом о парках, то мы привыкли на сегодняшний день и в этом году говорить, наверное, о трех парках. Это парк юбилейный, заканчиваются там работы, через 10 дней все эти плановые работы, которые мы планировали на этот год, они будут закончены. Самые такие крупные, наверное, освоения денежных средств как раз прошли и в парке юбилейном. Мы открыли первый этап парка имени Ленина, как его привыкли называть, там порядка 50 миллионов рублей. Парк изумрудный пользуется большим спросом, только в этом году его посетило более 2,5 миллионов человек. В будущем хорошей альтернативой изумрудному станут парки, которые сегодня тоже участвуют в благоустройстве. Это парк юбилейный и бывший парк имени Ленина. Дмитрий Дроздов, День с толком.